Минская Динамо принимает Гомель. Ваши комментаторы сегодня Владислав Татур и Артем Волчин. Очень жарко в Минске, больше. Ожидания всегда самые высокие, но вообще Динамо, Минск, Гомель это в некотором смысле тоже классика белорусского футбола. Прекрасно мы помним те времена, когда Гомель жег и даже завоевывал трофеи, был чемпионом, выигрывал кубок. И сегодня мы вправе рассчитывать на хороший футбол. Большая длительная история противостояния, много было замечательных, очень интересных матчей, матчей, которые выделялись из общего ряда. Как и в последний матч, получается два центральных полузащитника, Быков и Корзун, воспитанники Минского Динамо. Впереди Рассаткин, рядом с Бичараем и по краям Адамович и Быков. Да, в опорной зоне Корзун и Дигоря. Да, Быков играет справа, наверное, не самая профильная его позиция, но смотрится там достаточно неплохо. Гомель, Сакович в воротах номер 16, далее в обороне 20-й Новик, Виталий Новик и 19-й Александр Данилов, они по краям. В центре Алексей Гаврилович, третий, кстати, тоже воспитанник Минского Динамо и 55-й Дмитрий Игнатенко. В опорной зоне Евгений Савастьянов, девятый и Евгений Милевский. Убрал соперника, передачу налево, отправил Витус, продолжает атаку и удар. И снова Быкова была возможна. Перетила и сразу же принимает от него эту передачу. Подача, штрафной удар головой, отличный удар. Неприятный удар и совсем рядом со штангой прошел мяч. Быков подает, очень удобная подача для удара. Мы высказывали такую мысль, высказывал, на моей памяти, один человек, Максим Березинский, который руководит порталом Бойтрибуноком, о том, что надо немножечко менять, чтобы не садим. И игра смотрится достаточно живо. Только что заметили, что Корзун и Яблонский, это такой сдвоенный кулак в нашем центре полузащиты. И очень важно, чтобы эти ребята успешны были в своих клубах. Момент может быть очень опасный. Мне кажется, у нас все-таки это в кубе, скажем так, да, в отличие от других чемпионатов. Удар, футер. Времени именно динамовцы. Но пока каких-то дивизионов этого не имеет динамо. Но сейчас Адамович, ух ты, гол-то какой, фантастик. Публика. Доволен и сам Ненат Адамович. Он пятый мяч заперзломать. На помощь пришло индивидуальное мастерство. Но здесь Адамович ушел от Савастьянова. И вот здесь прокидывает мяч мимо Данилова. И еще кого-то отправляет его. Побоялся пойти на двух соперников. Смотрим еще раз. Тут еще и Милевский. Подкать ему мяч отобрать не удается. Савастьянов уклоняется от борьбы. И вот здесь здорово в пассивном подыгрыше сыграл Бичарай с партнером. Да. Оттянули на себя нескольких игроков. Об этом уже и говорить-то, мне кажется, не надо. Это уже по умолчанию так. Бичарай. Ой, здорово Бичарай. Но Рассадкина бьет поворотом штанга. Это веретило слева по ситуации оказался. А Бичарай сейчас с мячом в штрафную входит. Делает отличную передачу. Адамович не попадает. Так и поступает Витус Адамович. Не точный пас. Бичарай, впрочем, доигрывает эпизод до конца. Уходит снова от преследователей. Бичарай. Какую передачу вырезает. И что у нас? Не будет пенальти. Атака продолжается. Бичарай еще с пыра бьет. Ну просто монстр. Они нападут на лучше другой. Приятно смотреться такими футболистами в нашем чемпионате. Удар головой мимо ворот. Совсем рядом со стойкой. Комельчане потихоньку продвигаются к воротам соперника. Самая затяжная атака Гомеля в этой игре. Штрафную зашли. Подача. На дальнюю штангу. Янченко сбрасывает. И удар. Лево же есть футболист. Совершенно один. Наконец-то Ситко получает мяч. Можно обострять. Можно взрываться. Ситко удар. Удар у него неплохой. Действительно своей энергией, своей скоростью, скоростью принятия решений в том числе обостряет. А вот какая попытка. Дальний удар. Не удается подойти к воротам. Продолжение следует.